Еще одна тема нашего выпуска, и мне кажется она безумно любопытной. В Центральноафриканской Республике вводят обязательное изучение русского языка для студентов магистратуры. В школах русский изучают уже два года. И все это на фоне военного присутствия России в ЦАР. В конфликте участвует и частная военная компания «Вагнер». Три журналиста, напомните, которые приехали в ЦАР снимать фильм о наемниках, были убиты, а подозреваемых до сих пор нет. Зато российские бизнесмены получают доступ к золотым рудникам и добыче алмазов в регионе. И это на фоне противостояния мировых держав на всем этом континенте. Зачем вообще Москве такая дружба с Центральноафриканской Республикой? Разбирался Антон Бенедиктов и все вам расскажет. Так встречают российские танки в Банге, столице Центральноафриканской Республики. Россия эти машины ей подарила, а еще прислала сотни военных советников. Внутренние конфликты продолжаются в ЦАР уже несколько десятилетий. При поддержке России правительственные войска смогли оттеснить повстанцев. Но насилие по-прежнему не прекратилось. Для России в данном случае это не более чем операция, которая как-то подчеркивает ее геополитический статус, такой экспорт безопасности, который проводится, причем не при участии своих национальных вооруженных сил, а исключительно силами частных военных компаний, ну и через военное техническое сотрудничество. Обо всем этом договорились четыре года назад. И с тех пор российские власти только усиливают свое влияние в ЦАР, и не только с помощью оружия. Посольство проводит конкурсы красоты, а детям показывают мультики про русского медведя, который спешит на помощь африканским друзьям. Это не футбольный матч, а премьера российского фильма «Турист». В центре сюжета военные инструкторы из России. СМИ писали, что в эпизодах есть и настоящие наемники, а съемки мог оплатить бизнесмен Евгений Пригожин. Его связывают с частной военной компанией «Вагнер», которая в странах Африки воюет уже многие годы. Итог этой работы – не только показательные выступления местных военных, но и серьезные обвинения со стороны ООН. Там опубликовали доклад о нарушениях прав человека правительственными войсками и российскими инструкторами. Их обвиняют в убийствах мирных жителей, грабежах и пытках. Пока в одних школах ЦАР учат русский язык, другие, по данным ООН, захватывают российские инструкторы. А дети боятся ходить на учебу из-за слухов о минировании. В Кремле причастность россиян к подобным преступлениям отрицают. «Отличие между официальным военнослужащим и частником очень простая. За частника не несет ответственность государству». Официально в Центральной Африканской Республике более 500 инструкторов из России. Но в ООН считают, что всего их там может быть больше двух тысяч. И это не считая наемников из ЧВК. Россияне вместе с голубыми касками ООН охраняют президента ЦАР. А президент Франции даже назвал его «заложником». По мнению Эммануэля Макрона, российские наемники захватывают шахты, а вслед за ними и политическую систему страны. «У нас достаточно золота, алмазов, у нас есть древесина, боксит, нефть, у нас есть уран. Много ресурсов под землей. Осталось их только добыть». По данным газеты «Ле Монт» и издания «The Bell», «золотые рудники» интересуют российского бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он это отрицал, хотя связанные с ним компании получили разрешение на добычу золотых металлов и алмазов в ЦАР. Они не создают никакую империю, они занимаются бизнесом. Люди, конкретные люди, зарабатывают конкретные деньги. И если мы посмотрим на то, где российское присутствие наиболее проявляется, это часто места, в которых гражданское общество находится в слабом состоянии. Центрально-Африканская республика, в Судане, или где находятся у власти такие очень авторитарные элиты, например, в Египте. То есть это люди, с которыми проще заниматься бизнесом. В общем, главные друзья – это бриллианты. Но еще одна ценность – дипломатическая поддержка. Большинство африканских стран в ООН не голосуют за резолюции, в которых осуждаются действия России в Украине. Гость этой части программы Ирина Филатова, доктор исторических наук, профессор университета Высшая школа экономики, специализируется на Центральной Африканской республике. Ирина, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Как бы Вы описали присутствие России в Африке? Мне очень жаль, что я не видела начало Вашего эфира. Я видела только самые последние кадры. Но Вы, видимо, довольно четко обрисовали, во всяком случае, одну часть российского присутствия в Африке. Это неформальные военные образования. Это, так сказать, Судан, Центральная Африканская республика и так далее. Ну, кроме этого, есть и экономические отношения, есть торговля, есть дипломатические отношения, есть очень много всего. Ну, в частности, например, вполне официальная торговля оружием. Это Россия самый большой экспортер оружия в Африку из всех. Так что, вот, пожалуйста. А кому продаёт? Ну, больше всего самые крупные партнёры – это Египет и Алжир. Но, конечно, продаёт и другим странам, таким как Ангола, например. То есть традиционным союзникам. Продаёт, в общем, всем. Военно-оружие продавали в 21 страну. В 2020 году заключили договоры с 10 странами. То есть очень много чего продают в смысле оружия. А вообще торговля России с Африкой очень и очень и очень невелика. Самый крупный партнёр торговой африканских стран – это Европейский Союз. Несмотря на увеличивающуюся роль Китая, Союз остаётся самым крупным торговым партнёром. Россию на этом фоне не видно вообще. Ирина, ну я вообще сегодня читала вот доклад, не знаю уж или статьи, как правильно это сказать, Совета по международным отношениям. И там говорится, что к 2050 году четверть населения мира будут африканцы. И молодая растущая вот такая рабочая сила станет самой многочисленной в мире. И что государства, которые, собственно, сейчас претендуют на мировое лидерство, не могут не обращать на это внимания. Между кем и кем разворачивается сейчас борьба в Африке? Вы знаете, дайте я, во-первых, насчёт демографии одно слово скажу. Демография непредсказуема. Все эти прожекты, они очень и очень, так сказать, Внутри всём в её уважении к демографии и как к науке, они действительно очень условны, потому что мы не знаем, что будет с эпидемией, мы не знаем, что будет с ростом и падением населения, в том числе и на африканском континенте. Сейчас действительно африканское население растёт очень быстро. Это население безработное и так далее. Что до главных соперников? Это, безусловно, Европейский союз в целом и Китай, и затем США в каких-то определённых аспектах, и все остальные страны гораздо-гораздо меньше. А за что борются? За вот упомянутую мной рабочую силу, за упомянутым моим коллегой бриллианты или за что? Ну, вы знаете, во-первых, ресурсы. И здесь и энергетика, здесь и действительно и уран, здесь и конголезские полиметаллы, здесь и металлы, здесь и золото, здесь и алмазы. То есть, в общем, всё-таки Африка – это очень богатый континент в смысле полезных ископаемых. Здесь и газ, потому что сейчас газ находит у побережья буквально всего африканского континента. За этим, в принципе, было бы будущее, если только Африка это разрешит. А Африка это не разрешает довольно странными, то есть не странными, а необычными способами, потому что, ну, вот то, что произошло в Мозамбике, допустим, не так давно в провинции Дель-Гадо, показало, что газ очень трудно было добывать там, где, в общем, нестабильность. Так что вот за эти ресурсы, во-первых, за влияние в мире рабочая сила, ну, вряд ли, потому что рабочая сила остается очень и очень необразованной и малопригодной для того, чтобы использовать ее на современном производстве. Пока что. Ну, то есть основные игроки Китай, Евросоюз, США, потом уж Индия, Япония, Россия, Турция, арабские государства там все чаще появляются, имея в виду персидского завалива. Видите ли вы предпосылки к тому, что какое-то одно государство в итоге победит? Или это будет такая еще долгая вот борьба между... Я думаю, что это будет очень и очень долгая борьба. Безусловно, Китай увеличивает свою роль очень быстро и очень упорно и очень настойчиво. Но ведь, понимаете, когда мы начинаем мыслить масштабами 50-й год, 60-й год, что будет с самой китайской экономикой, мы не знаем, во-первых. Во-вторых, мы не знаем, что будет происходить с Африкой и как изменится отношение к Китаю, к китайским капиталовложениям и к взгляду самого Китая на эту самую Африку. То есть в короткой перспективе мы видим, что доля европейских держав уменьшается, доля США уменьшается, доля Китая в торговле прежде всего растет, доля России, повторяю, в торговле, кроме торговли оружием, она минимальна. Так что, видите, вот пока что тенденция роста влияния Китая. А что будет? Ну, посмотрим. Ирина, а есть ли угроза прямых столкновений на этом континенте между соперничающими и государствами? Я так не думаю. Я не думаю, чтобы какая-то из соперничающих держав стала посылать туда свои войска для того, чтобы воевать, ну, так сказать, за интересы этой страны. Поддержка может быть, военная поддержка может быть. Вот вы говорили о неформальных... Частных военных компаниях. Советники, может быть, но отнюдь не настоящая война. Войн здесь своих хватает, вы знаете, без всякого вмешательства. Мы узнаем, и о них в том числе рассказываем. Спасибо вам огромное. Ирина Филатова, доктор исторических наук, профессор университета Высшая школа экономики. Спасибо.